Мы здесь, как родные, в середине ночи, мы пионеры, дети, работают. Дом детского творчества, раньше назывался Дом пионерских школьников, является самым первым нешкольным учреждением в районе. Это многопрофильное учреждение было открыто в 1955 году в селе Океар с целью привлечения ребят в свободное время к различным тружковым занятиям, для развития интересов и способностей детей, для работы с пионерским активом. Дом пионеров находился в здании детского сада и занимал две комнаты. Первым директором был Байчурина Азат Ахметович, ныне живет в городе Уфе. В то время было четыре кружка – фото, вышивание, выжигание и туристический. А филиал функционировало по три-четыре кружка. В разное время директорами работали Даутов Фарид, Ярболов Зинур, Ишбулатова Снея, Удабаев Фарид, Тугузбаева Райса. С 1976 по 2011 год ВДТ возглавлял Алагулов Аниль Нигматович, заслуженный работник культуры БАССЭР, отличный в просвещении Российской Федерации. Опыта, конечно, было маловато, но, тем не менее, при помощи старших товарищей райкома комсомола, где со школьной молодежью работали Мария Янина, Лидия Петрова, мы вместе на ЛАГе дальше повели работу с пионерами нашего района. Ну, пионерские движения получили большое развитие уже давно в то время, и в 20-е, и в 30-е, и в 40-е, и в 50-е годы. Нашему поколению досталось дальше продолжать то, что было наработано нашими предшественниками. И Тимуровское движение, и воспитание подрастающего поколения в духе преданности Родине, ну, в то время идеалам партии, идеалам комсомола, равняясь на лучших представителей предыдущих поколений, героев войны, героев гражданской войны, героев труда, каковых было много и в нашем районе. Ну, и мы также приложили усилия, чтобы эти традиции в районе продолжались. Очень широко мы пропагандировали тему русских движений, в ходе которых пионеры оказывали помощь старшему поколению, привлекали пионеров к сбору металлолома, сбору макулатуры, макулатуру и для проведения различных субботников по охране окружающей среды. Кружковой работе, секционной работе. В то время наш район, значит, очень сильно выделялся среди других тем, что при Доме пионеров, при Доме пионеров, был организован кружок авиамоделистов. Этот авиамоделизм, значит, работал в Татрузьякской школе, руководил им Геннадий Филиппов. Долгое время авиамодельная секция занимала всегда призовые места и в районе, и в республике. Потом хорошо мы организовали художественную самодеятельность и в школах среди пионеров, и при Доме пионеров района. Очень активное участие в художественной самодеятельности принимали в то время молодые активные пионеры Айрат Атанголов, Рамиль Ямалендинов, Наиля Якубова и многие-многие другие. Всех сейчас уже упомнить трудно. Но были для того времени свои трудности. Наш районный дом пионеров был, хотя имел отдельное здание небольшое, там для секционной работы, кружковой работы места было очень мало. В то время отопления центрального как такового не было. Надо было обеспечивать, чтобы нормально функционировать, дровами. Потом их пилить, колоть. Все это надо было делать. Трудновато было, конечно, в то время всем, наверное, трудно было работникам райцентра выезжать в населенные пункты, чтобы посмотреть, как работают, как идет работа в школах с детьми. Надо было на автобусе, на покупках выезжать, на лошадях выезжать. Но, тем не менее, мы со своей работой, я думаю, справлялись. Детей того периода, конечно, были, во-первых, это герои-пионеры Великой Отечественной войны. Всех наши тогда пионеры знали наизусть, равнялись на них. Идеалами были дети периода становления советской власти. Сейчас, конечно, их иногда воспринимается отрицательная сторона, но, тем не менее, Павлик Морозов и другие, они воспринимались в то время идеалами и представлялись идеалами для детей того периода. И сегодня наша молодежь растет в основном, в основе своей замечательной молодежи, трудоспособной молодежи. Разные события последних двух десятилетий показывают, что наша молодежь, когда надо, молодые ребята в груди встают на защиту нашей Родины, нашего образа жизни, нашего бытия. Мы выезжали в город Сибай, Баймак, в Уфе выступали неоднократно, привозили оттуда грамоты дипломантов того периода, много дипломантов, похвальные грамоты. Все это у нас было, как и сегодня. Но, конечно же, еще раз повторяюсь, сегодня уровень уже другой. Сегодня с ними работают на художественной самодеятельности очень подготовленные работники, и их уровень художественной самодеятельности намного выше, чем в наше время. В наше время, например, было очень мало кураиста, потому что учить было некому. Я помню, в начале 70-х, да и в конце 60-х годов на концерты районного масштаба мы набирали всего 5-6 кураистов со всего района. Привозили Мусина, многие сейчас покойные, Мусина из Исенгильдена, из Тужина, из Янтышева, Белалу Гумера из Аубакирова, Аслаев Анвар из Селинного, и все наши кураисты были. А сейчас, ну, любо глядеть, как в любой школе, и в училище, и в колледже, замечательные кураисты выросли. Вот, истинно, многие ребята обладают игрой на современных инструментах, на синтезаторах, на гитарах, вот, и так далее. И художественная самодеятельность, конечно, очень развита. Люди, которые работают с детьми, сегодня отличаются от нашего периода тем, что, во-первых, они очень высокообразованные, очень высокообразованные, многие из них закончили, да, все практически закончили высшее учебное заведение, по профилю, именно для работы с подрастающим поколением, вот, и они вполне подготовлены для того, чтобы работать сегодня с ними развитыми детьми. Я пожелаю им дальнейших успехов, успехов, чтобы и дальше они прилагали все усилия, чтобы наши дети любили нашу родину, нашу родину, нашу малую родину, не забывали старшие поколения, достижения старшего поколения, и умели отличать черные от белых. Постановлением главы администрации 29 марта 2011 года было создано муниципально-автономное образовательное учреждение Дом детского творчества села Океар муниципального района Хайболинский район Республики Башкортостан. Сейчас Дом детского творчества выполняет учебную, воспитательную, досуговую, методическую, диагностическую, профилактическую и оздоровительную работу посредством реализации программ разных видов. Одна из приоритетных задач Дома детского творчества села Океар – работу с одаренными детьми. Во всех проводимых мероприятиях района педагоги и дети принимают самое активное участие. Дом детского творчества проводит большую работу по развитию творческих способностей детей и подростков района. Мы сотрудничаем с 23 школами, двумя детскими сотами района, на базе которых создано объединение по следующим направлениям – художественно-эстетическое, научно-техническое, туристно-краеведческое, социально-педагогическое, где занимаются дети в возрасте от 6 до 17 лет. Всего по району в 2012-2013 учебном году у нас работает 102 объединения. В основном 57 объединений – это по району, и остальные объединения работают у нас в Океаре. Количество детей составляет 1480 человек. Мы работаем по разным направлениям – это художественно-эстетическое направление, спортивно-техническое направление, научно-техническое направление, туристно-краеведческое направление и социальное направление. В нашем коллективе в основном составе работают 12 педагогов дополнительного образования, 50 педагогов-совместителей. Опытные и внимательные творческие педагоги-наставники продолжают открывать для ребят мир прекрасного, помогают им подниматься по ступенькам мастерства, преодолевать трудности, формируют активную жизненную позицию. В процессе развития учреждения сопровождается стабильный коллектив педагогов высокого уровня профессиональной компетентности, отвечающий современным требованиям к осуществлению образовательной деятельности. Высшее профессиональное образование имеет 11 человек, аттестовано на высшую категорию 3 педагога, первую категорию 2 педагога, вторую 2 педагога. В 8 классе к нам приехали с Уфы руководители ансамбля Фадзи Гаскарова, у нас был юбилей в Злаирском районе, и по окончании музыкальной школы собирали всех выпускников, то есть создавали ансамбль, народный ансамбль взрослый, и мне посчастливилось там тоже потанцевать. И руководители мне сказали, обязательно свою профессию продолжай, то есть поступи именно по танцам, по хореографии, чтобы я работала именно педагогом. То есть у меня есть общие навыки по хореографии очень хорошие. Мандолины, домыра, шамбалуар, был ишменен бек ухшай, балалар да юрой. Балаларка халк фолькторны ретен, иш ухшай, ишкай ендайенде бил, заналийный конкурс, ишн сувериндалдық, келесакта хиялык бұлт турайенде, республика варкат нашылка. Работаю с детьми по направлению бисеринка, рукоделие. Занимаемся основными приемами бисеропределения, рукоделие, вязание, щетя. Это очень помогает детям развивать мелкие моторики. Для выявления и развития лидерских качеств обучающихся проводятся районные конкурсы, слеты, семинары, проводятся индивидуальные занятия. При ДДТ проводятся сборы лидеров районной общественной организации «Радуга», обучающие семинары практикому для лидеров по следующим темам. Технология конструирования игровых форм воспитательной работы, классные отношения, деловая игра «Я избиратель», семинар практикому общественных организаторов «Я репортер». Актив школы общественных организаторов помогает проводить не только школьные мероприятия, но и на районном уровне. Развитию лидерских качеств способствует акция «Моя республика», районный пионерский сбор, сбор актива детской общественной организации «Пионеры Башкортостана». Молодые лидеры, прошедшие обучение на семинарах, являются активистами общественных организаций школ, председателями совета дружины, отрядов, министрами и президентами школьных республик. Мы на туризм начали ходить с ноября. Нам очень нравится тут. Летом собираемся на сплав. В Янтыш поедем скоро. Может, на разные состязания поедем. Думаю, победим. Далгат Агириш, он очень хороший человек. Я хожу на этот кружок уже четвертый год. Когда я занимаюсь мандолиной, у нас есть уроки сальфеджио и практика. Мне очень нравится. Я хочу после девятого уйти в Себаський музыкальный колледж по этому направлению. Мне в этом кружке нравится все. И мне нравится, что здесь очень неплохие ребята. И мне нравится, когда в физзале Венера показывают мужские танцы. Башкирские, русские и прочие. Мне тут нравится. Я выступаю, получаю грамоты. И тут очень хорошо. В 2012-2013 учебном году Домом детского творчества было проведено 20 районных мероприятий. С захватом детей более 2700 человек. Это турфестиваль, олимпиады, конкурсы юные мастеры, мастерица, медный каблучок, супулар, различные конкурсы детских рисунков по разным тематикам. Наши ученики принимают активное участие в различных конкурсах рационального, республиканского и международного уровнях. В целях возрождения традиционных ремесел мы стараемся ежегодно принимать участие на республиканской выставке в фестивале художественно-декоративно-прикладного творчества традиции и ремесла народов Башкортостана «Прошлое, настоящее и будущее» для учреждения дополнительного образования детей и начального профессионального образования. Коллективная работа Яйлёв «Объединение юных столяр» занял второе место в направлении моделей и макеты национальных жилищ, интерьер национального жилища, усадьбы, подворья, макеты домашней утвари, предметы быта, прочих предметов материальной культуры народа Башкортостана. Каждый год мы принимаем участие на зонально-научно-практической конференции в городе Сибай. Одним из направлений является декоративно-прикладное творчество, компьютерная графика, столярно-конструкторские изделия и декоративная обработка древесины. Участвуем на зонально-научно-практической конференции в городе Сибай. Одним из направлений является декоративно-прикладное творчество, столярно-конструкторские изделия и декоративная обработка древесины. В этом году первое место в направлении компьютерная графика занял Кутлагалямов Талиб, обучающийся объединение информатика при школе села Селинное, руководитель Хусаинов Решат Рашидович. И также первое место в направлении столярно-конструкторские изделия занял Янтюрин Альберт, обучающийся объединение самоделки при школе деревни Антинган, руководитель Гусев Федор Николаевич. Третье место в направлении компьютерная графика занял Туктагулов Расив, обучающийся объединение компьютерное моделирование при МАУ-СОЖ села Подольск, руководитель Ивеликова Лизия Вакилевна. И также второе место в направлении декоративно-прикладное творчество заняла Юнусовая Гузель, обучающийся объединение ДЭКО при МАУ-СОЖ номер 2 села Акьяр, руководитель Заня Гординова Юлия Юлдашевна. Значительно укрепилась материально-техническая база учреждения. Согласно постановлению районного совета 17 октября 2011 года, оперативное управление было передано муниципальное имущество в здании кинотеатра по улице Подгорная, 69. Приобретены и сшиты 7 комплектов костюмов, закуплена музыкальная аппаратура, 2 комплекта компьютеров, ноутбук, факсовый аппарат, сканер, деревообрабатывающий станок, туристическое снаряжение для развития туризма в районе, отремонтирован танцевальный зал, крыша здания ДВТ. Уважаемые коллеги, от всей души поздравляю вас с такой знаменательной датой, 95-летием системы дополнительного образования детей. Именно вы учите детей петь, рисовать, танцевать, приобщаться к творчеству. На сегодняшний день система дополнительного образования детей имеет очень богатую историю и имеет свои традиции. Сегодня она очень динамично развивается, внедряются новые технологии. Постоянно идет обновление содержания обучения детей. Благодаря опыту педагогов, их профессиональному мастерству, умению увлечь детей, умению зажечь в сердцах детей искорки будущих профессий, тысячи и тысячи хайберинцев приобщаются к спорту, к творчеству, к самому прекрасному. Уважаемые коллеги, хотелось бы от всей души поздравить вас с этой знаменательной датой, пожелать вам творческих успехов, здоровья, счастья и всего самого хорошего. Около тысячи детей приходят после уроков на занятия в художественной студии, хоровые коллективы, танцевальные ансамбли, музыкальные ансамбли и театральные коллективы. Любимое занятие для многих и многих ребят становится делом всей жизни. Субтитры создавал DimaTorzok